Это новый Cadillac Escalade 2021 года. И это важное событие. В сегменте полноразмерных люксовых внедорожников сейчас реально жарко от всяких новых серьезных конкурентов. И Escalade уже начал отставать. Сегодня я буду обозревать новенький, подвергшийся полному редизайну Escalade 2021 года, чтобы выяснить, стал ли он новым полноразмерным люксовым внедорожником, который вам захочется иметь. Перед тем, как я начну, непременно зацените Carson Beats. Это мой новый онлайн-автоаукцион для современных крутых машин. Если вы хотите купить крутую машину современной эпохи, зацените Carson Beats. Вы привлечете наибольший интерес и получите максимум денег за свою крутую машину. Если вы хотите купить крутую машину современной эпохи на Carson Beats, потрясающий ассортимент с ежедневными аукционами, зацените его на CarsonBeats.com. Вперва немного предыстории. Escalade впервые вышел для 1999 модельного года. Он был одним из пионеров сегмента полноразмерных люксовых внедорожников вместе с Lincoln Navigator. В дальнейшем подключились и другие марки. И теперь в этом сегменте жарко. Есть Mercedes-Benz GLS, который недавно подверг серий дизайну. Есть BMW X7, который только вышел. Есть новый Lincoln Navigator, который тоже недавно подверг серий дизайну. Это переполненный сегмент. И сейчас к нему приковано много внимания. И Escalade всегда был золотым стандартом. Тем, который все хотели. Наравне с Range Rover. Это были именно они. А все остальные были скорее запасным вариантом. Но это уже в прошлом, поскольку более новые и более сильные соперники заставили Escalade казаться устаревшим и попросту не особо конкурентоспособным. И поэтому теперь вышел новый. Escalade 2021 года это модель Escalade пятого поколения. И он стал значительно лучше предыдущего Escalade. Escalade стандартно оснащается V8 объемом 6,2 литра, который выдает 420 лошадиных сил. Однако на подходе 6-цилиндровый Turbo 10 для меньшего расхода топлива. Цены начинаются где-то от 78 тысяч долларов за базовую модель, хотя они могут подняться сильно за 100 тысяч долларов за верхнюю линейку Escalade Platinum, как этот. И хотя прекрасно видно, что экстерьер был существенно обновлен по сравнению со старой моделью, самые большие изменения произошли внутри. И сегодня я покажу вам, что я имею в виду. Сперва я проведу для вас подробный обзор нового Escalade и покажу вам все интересные фишки и особенности новейшей версии культового внедорожника. Затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом я оценю его по шкале Дага. Ладно, в новом Escalade множество фишек и особенностей, так что готовьтесь. Я хочу начать со светотехники, которая делает всякие крутые вещи, когда вы приближаетесь к машине ночью. Подходите спереди, открываете двери и, как видите, фонари на бампере как бы несколько раз вам мигают перед тем, как загореться, признавая ваше присутствие. Вот это довольно крутой штрих. И на мой взгляд, он даже круче, если вы подойдете сзади и нажмете «отпереть». Свет как бы пробегает по задним фонарям перед тем, как они полностью включатся и опять же загорятся, сообщая вам, что машина приняла вашу команду «отпереть». Но многие машины в наши дни исполняют небольшие световые танцы. Когда вы подходите к ним ночью, особенно люксовые машины, своими фарами и задними фонарями, это становится обычным делом, но в Escalade пошли несколько дальше. Например, вы ходите ночью своего Escalade и глушите, и, как видите, небольшой логотип Cadillac проецируется на землю позади заднего бампера. И, как ни странно, он не по центру. Как видите, я подставляю туда руку, это проекция. Многие машины ночью проецируют свои эмблемы из наружных зеркал, но я никогда раньше не видел это здесь, на заднем бампере, и не по центру. Мне это стало любопытно, и оказалось, она показывает место, где вы должны махнуть ногой, чтобы открыть без помощи рук заднюю дверь. Махните ногой ровно по логотипу Cadillac, и она раскроется. И они так делают, когда вы глушите машину, чтобы вы знали, где именно махнуть ногой, чтобы попасть к своему багажу сзади. И сейчас будет еще интереснее. Снова подходите к новому Escalade, спереди нажимаете кнопку отпереть, и загораются не только фары, но еще и этот логотип Cadillac в салоне на торпедо. Светясь снаружи, чтобы его было видно, когда вы подходите к своей машине, полагаю, напоминаю вам, что у вас Cadillac. И выводя светопредставление за рамки типичных фар и задних фонарей. И говоря об этом, торпеда, это самое первое, что вы замечаете, садясь в новый Escalade, потому что вся суть этой машины в экранах. В этой машине только на передних местах пять отдельных экранов, включая и тот, что длиной 38 дюймов, и состоит из трех отдельных совмещенных экранов на торпедо. Он огромный. Это центр внимания, и Cadillac говорят, что это первый изогнутый мультимедийный экран в автоиндустрии. Cadillac еще очень гордятся тем, как он встроен в данный салон. Он не просто кое-как прилеплен, как некоторые экраны, которые выглядят неуместно. Вот этот был оформлен таким образом, чтобы повторять изгибы торпедо, и я правда думаю, что им это хорошо удалось. Но в новом Escalade все-таки много экрана. Несмотря на само количество экранов тут внутри, Cadillac очень гордятся тем фактом, что они оставили эти экраны очень низкими и изогнутыми, и, на их взгляд, роскошными. Сравните это с большинством прочих больших внедорожников. Взгляните на новый Chevy Tahoe, например, как видите, вертикальная центральная контрольная панель, вертикальный центральный экран, в то время как в Escalade экран ниже, шире и изогнутее. В Cadillac считают, что это более роскошно, более подобающе ультралюксовому внедорожнику, а не как в каком-то большом пикапе. Как я и сказал, эта 38-дюймовая группа экранов с водительской стороны и в центре действительно состоит из трех отдельных экранов. Тот, что посередине мультимедийный экран, как вы и могли ожидать, управляется обычно. Вы можете пользоваться им как тэдскрином или управлять им, используя этот регулятор в центре. По сути, это новейшая мультимедийная система Cadillac, адаптированная для изогнутого экрана. И я уже более подробно рассказывал про эту систему в своем обзоре Cadillac City 5, ссылку на который я оставлю внизу. Этот центральный экран далеко не самый интересный экран в данном салоне. Фактически, это наименее интересный экран. Самый интересный слева от приборной панели. Как видите, здесь есть небольшой экран, показывающий ваши одометры поездки. Вы думаете, ну, это необычное место для размещения одометра поездки, где всегда будет его видно. Ну, это не просто экран, на который вы смотрите, это экран, который вы трогаете. Как видите, я касаюсь его, и он переключается на второй одометр поездки. Касаюсь снова, и он переключается на пустой экран, если вы не хотите там ничего видеть. Но этот экран делает гораздо больше всего, чем просто позволяет вам переключаться между одометрами поездки. И еще он позволяет вам изменять экран приборной панели, который, конечно же, тот, что прямо за рулевым колесом. Сейчас он показывает приборы, а это настройка по умолчанию, спидометр, тахометр, радио, неважно. Все это там довольно стандартно. Но вы можете его изменить, чтобы он показывал карту, и это очень круто. Теперь здесь полноэкранная карта прямо у вас перед глазами. Просто переводите взгляд вниз от дороги и карту вместе с указаниями пути прямо перед вами. Что, очевидно, освобождает центральный экран для других вещей, если вы пытаетесь куда-то доехать по навигации, что полезно. Но здесь есть и другие крутые вещи, помимо этого. Вы также можете использовать этот левый тачскрин, чтобы превратить экран приборной панели в ночное видение. Вы так делаете, когда темно, и он показывает вам картинку ночного видения того, что спереди. Кадиллог это предлагают уже много лет, но это огромный высококачественный экран ночного видения, и он может быть очень полезным на темных дорогах, если вы боитесь сбить оленей или пешеходов без светоотражающей одежды. Вот это очень круто видеть, особенно в таком большом размере. Но сейчас будет еще лучше, потому что есть еще один вариант для приборной панели, и он такой. Вы можете превратить ее в экран дополненной реальности. Нажмите это, и как видите, сейчас она просто показывает камеру, направленную вперед. Зачем это вообще нужно? Вы можете просто посмотреть через лобовое стекло и увидеть все то же самое. Но когда у вас работает навигационная система, она будет давать вам указания на экране, показывая, например, где вы должны повернуть. Приближаясь к улице, на которую вы сворачиваете, она рисует стрелки на этой улице, чтобы вы понимали, куда ехать. Она конкретно показывает на этом экране данными стрелками дополненной реальности повороты и съезды, чтобы вы точно понимали, куда ехать. Вы не просто смотрите на карту, что может сбить с толку, вы смотрите непосредственно на дорогу, и экран показывает вам, куда поворачивать и куда ехать. Вот это удивительная функция. И что самое крутое, когда вы доехали до пункта назначения, здесь есть даже небольшая булавка на месте, куда вы едете. Прямо как в гугл-картах, только теперь они на вашем экране приборной панели, использующем камеру, направленную вперед. Похоже, это будущее. И это еще не все. Этот левый экран также управляет вашим проекционным дисплеем, который, конечно, проецируется на лобовое стекло перед вами. Это логичное место для органов управления проекционного дисплея, гораздо лучше, чем заходить в какое-то маленькое меню и разбираться, как это сделать, а не прямо там. Этот левый тачскрин – будущее. Я подозреваю, в конечном счете, практически все машины начнут его предлагать, но здесь вы видите его впервые. Дополнительные органы управления для водителя, встроенные в тачскрин слева от приборной панели. Довольно круто. И далее, что касается самого экрана приборной панели, я уже показал вам его самые крутые фокусы, но это не все. Во-первых, мне нравится эта маленькая диаграмма, которая всегда показывает, какие сиденья пристегнуты, чтобы вы понимали, кто из ваших детей пристегнулся. Таким образом, вам не нужно оборачиваться и заглядывать на третий ряд, чтобы понять, что ремень пристегнут, это указано прямо там, на этой диаграмме, всегда. Еще мне нравится, как работает спидометр на экране приборной панели. Если он в режиме прибора, он будет показывать спидометр в центре и подсвечивать повышение скорости на каждые 10 миль, просто чтобы было ясно, как быстро вы едете. И, конечно, ваша скорость всегда отображается в центре в цифровом виде, независимо от того, на каком вы экране, чтобы вы всегда знали свою скорость движения. Но фокусы этого салона не ограничиваются только экранами, и здесь еще есть о чем рассказать, начиная с аудиосистемы. Этот новый Escalade оснащен аудиосистемой с 36 динамиками. В этом салоне 36 динамиков, некоторые спрятаны, некоторые на виду, чтобы вы знали, где они находятся. Очевидно, когда в машине установлено 36 динамиков, это значит, что они будут размещены в каких-то нетипичных местах, и, конечно, некоторые из них странные. Например, подголовник. На водительском сидении, как видите, есть два динамика в подголовнике с обеих сторон для ваших ушей. То же самое на переднем пассажирском сидении динамики в подголовнике. Вот это довольно круто. Однако, на мой взгляд, самое безумное расположение динамика снова на торпедо. Вся передняя часть торпедо у лобового стекла — это динамик, и, как видите, на ней много отверстий, а потом несколько отверстий, а потом много отверстий, и это одна большая крышка динамика. Хотя Кадиллак и сказали мне, что там на самом деле встроено несколько отдельных динамиков. Это выглядит как одна гигантская крышка динамика. Опять же, необычное место для динамиков в машине. Но безумие с аудиосистемой в новом Escalade на этом не заканчивается. Хотите поговорить со своими пассажирами третьего ряда, но не хотите оборачиваться и кричать, просто нажмите эту небольшую кнопку на рулевом колесе с ухом, она включает усиление разговора. И включив его, когда вы говорите с передних мест, здесь есть небольшие микрофоны внутри этой, похожей на динамик, штуки на потолке. Он захватывает ваш голос и транслирует через динамики пассажирам третьего ряда. И таким образом они очень хорошо вас слышат, и вам не нужно оборачиваться и кричать. Хотите более уединенно поговорить со своим передним пассажиром, просто нажмите эту небольшую кнопку на рулевом колесе снова, и она отключает усиление разговора. И теперь здесь можно говорить тихо, а сзади вас не услышат. И если вдруг вам было любопытно, действительно ли работает эта функция, вот небольшая демонстрация. Я поставлю камеру там, где находится третий ряд, а затем я нажму кнопку, чтобы усилить свой разговор. Послушайте. Ладно, сейчас оно выключено, и вы можете слышать, как я говорю, привет всем на заднем ряду. Вот, Даг за рулем, эскалейт. Ладно, а теперь я его включаю, и вот теперь вам меня слышно. Привет всем. Даг такой парень, который усиливает свои разговоры. Ладно, теперь я выключаю его обратно, и вы можете снова меня слышать. Мне усилено, и теперь мы снова усилены. Это хорошая функция на самом деле. А ну-ка, уймитесь там сзади. Ах да, я усилил свой разговор. Кстати, одна интересная фишка, связанная с этим, кнопка усиления разговора на рулевом колесе. Слева от нее есть кнопка с говорящим человеком. Она для включения системы голосового управления. Во многих машинах она есть. Справа от них есть кнопка с какими-то линиями. А что это такое? Спросите вы. Это пустой переключатель, у него нет функции, он там только для симметрии. Поскольку с другой стороны подушки безопасности тоже есть три серебристые кнопки. И должен сказать, как тот, кто ненавидит пустые переключатели, вот этот вообще-то довольно хороший. Я никогда раньше не видел пустой переключатель, который бы показывал внимание к деталям и качеству. И, наконец, последняя безумная вещь в аудиосистеме, вероятно, безумнейшая вещь, что передний пассажир может управлять своей собственной громкостью. Заходите в мультимедийную систему и настройки аудио, и, как видите, здесь есть настройка, позволяющая переднему пассажиру повыжить или понизить свою громкость относительно громкости в остальной машине. Так что, если вы здесь сидите и не хотите так громко слушать музыку, вы можете ее убавить только на переднем пассажирском месте. Или наоборот, полагаю, это преимущество наличия 36 динамиков, потому что, наверное, 9 из них только в этом месте. Так что вы можете их отключить, если захотите, и это действительно повлияет на громкость звука. Это потрясающе. И далее я упомянул, что на передних местах этой машины 5 экранов. Я рассказал про три основных на этом 38-дюймовом гигантском изогнутом экране. Я хочу поговорить о двух других. Один отображает ваш климат-контроль. Как видите, вы двигаете эти небольшие серебристые кнопки. Чтобы настроить климат-контроль, это отображается на экране прямо над ними. Это очень здорово выглядит, намного лучше, чем, например, традиционные пластиковые кнопки или регуляторы, которые вы крутите. Даже регулировка климат-контроля в новом Escalade очень шикарная. И, наконец, последний экран. Впереди это зеркало заднего вида. Сейчас оно выглядит просто как зеркало заднего вида. Но если вы потянете этот маленький курок снизу, оно становится экраном. Сзади Escalade установлена камера-картинка, с которой транслируется на этот экран. И преимущество очевидно. Когда вы смотрите в обычное зеркало, вы видите много сидений позади себя. Вам не очень хорошо видно через заднее окно, но когда у вас включена камера, экран ничего из этого не показывает, и вы лучше видите, что сзади вас. Даже если у вас много людей или вещей, загораживающих заднее окно, вам хорошо все видно благодаря зеркалу камере. Есть еще и другие преимущества наличия экрана вместо зеркала заднего вида. Во-первых, вы можете отрегулировать ее положение вверх или вниз прямо как традиционное зеркало, но здесь вы еще можете приблизить или отдалить картинку, если вам нужен более узкий обзор того, что позади вас. А это довольно круто. Единственный недостаток, который я обнаружил, что некоторые светодиодные фары других автомобилей могут мигать, когда они в этом зеркале. Машины позади вас со светодиодными фарами могут немного отвлекать, когда свет постоянно мигает. Конечно, если вы сами на нее посмотрите, то не увидите этот эффект, он появляется только на некоторых камерах. И далее несколько других вещей, стоящих упоминание. Спереди одна центральная консоль, и это не просто центральная консоль, а еще и холодильник. Нажмите эту кнопку, и она включает холодильник, и Cadillac сказали мне, что это не просто термос. Это правда холодильник, и он действительно будет охлаждать содержимое, напитки, или что вы захотите, когда вы едете. Вот это довольно круто. Другая крутая функция, это беспроводная зарядка мобильных телефонов. Во многих машинах есть площадка для зарядки, кладете на нее телефон, и он заряжается, это уже стало обычным делом. Но, как видите, нигде на этой центральной консоли не видно площадки беспроводной зарядки. Получается, они про нее забыли? Нет, вместо этого вы вставляете свой телефон в эту небольшую прорезь вертикально, и он заряжается там. В этом есть множество преимуществ. Во-первых, ваш телефон рядом с вами, прямо под рукой, поэтому, когда вы припарковались и уходите, вы можете его взять без всяких проблем. Но вдобавок, когда вы переезжаете к очку или попадаете в аварию, ваш телефон не улетит, потому что он защищен со всех сторон в этом небольшом кармане, а не просто лежит в лотке, где он может легко потеряться или повредиться во многих дорожных ситуациях. И еще одна крутая функция тут спереди. Если вы взглянете на потолок, вы увидите небольшие переключатели с сидениями. Эти переключатели поднимают или опускают третий ряд сидений с передних мест. Во многих машинах есть электропривод складывания или раскладывания сидений третьего ряда. Но вам придется вернуться в багажный отсек, чтобы их сложить или разложить. Здесь вам не нужно выходить. Захотите сложить третий ряд, просто нажимаете кнопку, и он складывается при помощи электроники автоматически. Стоит только пальцем пошевелить. Идеально для ленивых, живущих в роскоши семьи в дороге. Наконец, перед тем, как я перемещусь назад, я хочу поговорить о качестве салона. Кадилак подчеркивают, что это самый красивый эскалейт, лучший, что они выпускали тыры-пыры-пыры. И это преимущественно так. Это эскалейт платином, самая богатая комплектация. Он выглядит великолепно, кажется салон сиреневый. Но все материалы здоровские, красивая строчка, красивая кожа, здесь много всяких хороших вещей. Но все равно есть и некоторые недостатки. Например, ручка поворотников из такого дешевого пластика и кажется немного хлипкой. То же самое с ручкой дворников. И то же самое с органами управления на рулевом колесе. Просто такой дешевый, на вид и на ощупь пластик. Однако, где вы особенно это замечаете? Так, это на центральной консоли с рычагом переключения и органами управления для мультимедийного экрана. Они все из такого дешевого пластика. Я недавно обозревал Cadillac City 5, который стоил вдвое меньше. И в нем были все те же самые кнопки и переключатели. Повторное использование кнопок и переключателей в различных моделях совершенно нормальное. Многие марки так делают, скорее всего, все. Но если вы собираетесь так делать, вы должны позаботиться, чтобы качество этих переключателей было как у самой высокой машины в модельном ряду, а не самой низкой. Потому что если вы что-то берете с самой низкой машины и ставите в самую высокую, но вы видите результат. Это просто не вписывается в этот, в остальном отличный салон. И на мой взгляд, это единственный недостаток. К сожалению, это многое из того, что вы часто видите и трогаете рычаг передач, ручка поворотников. Органы управления на рулевом колесе не лучшая часть этого салона, это уж точно. И далее мы переходим к заднему ряду нового Escalade, на котором есть, как мне показали Cadillac, самые большие заводские задние экраны во всей автоиндустрии. Эти огромные штуки, установленные позади передних сидений. Их можно использовать для самых разных вещей. Например, у них есть как USB, так и HDMI порты. Это значит, что вы можете подключить Xbox к этим штукам и играть в видеоигры, пока едете. Cadillac хотели, чтобы задние пассажиры могли так сделать, если вы хотите, чтобы ваши дети играли в видеоигры и не скучали в долгих поездках. Другая крутая функция этих экранов, что они могут передавать всякие вещи с одного экрана на другой. Поэтому, если у вас двое детей, один постарше, другой помладше, вы можете попросить старшего открыть, скажем, фильм для младшего, а потом смахивайте, он переходит на экран младшего, и теперь он или она может его посмотреть без необходимости открывать его самостоятельно. Это довольно крутая идея. И другая вещь, которая мне нравится, что задние пассажиры могут ввести пункт назначения в навигации. Если вы сидите тут сзади, заходите в раздел навигации вашего заднего тачскрина, печатаете пункт назначения, куда хотите поехать, и теперь можете нажать «Отправить», чтобы отправить его водителю. Как только он попадет к водителю, он может выбрать, принять или отклонить ваш запрос. Если он попросту не хочет ехать туда, куда вы на заднем ряду хотите, но если он его примет, тогда он переходит на экран навигации спереди, и водитель сможет туда поехать. Это особенно полезно, если вы водитель, не хотите вводить маршрут навигации. У вас сзади сидят дети, вы можете попросить их везти его за вас, и затем они просто отправят его вперед, а это весьма классная идея. Что еще классно в пунктах назначения навигации тут сзади, вы можете использовать свой задний экран, чтобы узнать, сколько вам ехать до пункта назначения, то есть как будто вы сидите в самолете и хотите узнать, сколько осталось лететь. Но вы можете вывести это на свой задний экран, и он сообщит вам это, основываясь на маршруте навигации. Как далеко вы находитесь, сколько миль, сколько минут, это довольно круто. И далее несколько других фишек тут сзади. Во-первых, он штатно комплектуется блютуз-наушниками, и даже брендированными блютуз-наушниками Cadillac. И небольшая деталь на наушнике, это регулятор, которым вы можете регулировать громкость, а это очень милый небольшой штрих. Тем временем, в центре есть еще один экран, этот для климат-контроля. Вы можете использовать эти небольшие серебряные переключатели, чтобы регулировать вашу температуру тут сзади. Скорость вентилятора, направление обдува, или чтобы включить обогрев сидений. И прямо под ним есть эта небольшая панель с логотипом Cadillac в виде буквы V. Нажимаете ее, и появляются два держателя стаканов, которые, конечно, можно поставить напитки на заднем ряду. Это полезно. Наконец, вы можете видеть, что этот эскалейт оснащен капитанскими креслами заднего ряда, два отдельных сидения для второго ряда. Я уже рассказывал, как работают эти сидения в своем обзоре нового Chevy Tahoe, ссылку на который я оставлю в описании внизу. Но главная изюминка в том, что вам не нужно вообще ничего делать, чтобы их убрать. Просто потяните один раз за этот рычаг, сидение складывается вниз, потяните второй раз, и сидение складывается вперед. И вы легко можете попасть на третий ряд. Вам не нужно толкать само сидение, или браться за него, или поднимать, или что-то. Просто тяните за рычаг один раз, тяните второй раз, и сидение убрано. Это довольно круто. И говоря о третьем ряде, когда вы туда попали, там нет ничего особо интересного, кроме того, что тут такая же красивая кожа, как на первых двух. А еще тут есть порты USB-C с обеих сторон. Так что даже пассажиры третьего ряда смогут быстро зарядить свои устройства. Это приятный штрих. И последняя вещь, стоящая упоминание тут задето, как легко вернуть сидение второго ряда на место, после того, как вы сложили его вперед. Чтобы открыть проход на третий ряд, вы просто тянете за эту петлю, и сидение откидывается обратно вниз, а затем вы ставите обратно спинку, и сидение ровно там, где и было. Уходит где-то три секунды, чтобы сложить сидение, и чтобы их разложить на втором ряду. Гораздо лучше, чем защелки, или даже снятие сидения в машинах всего лишь десятилетней давности. И далее мы перемещаемся наружу нового эскала, это к задней части. Я собираюсь показать вам кое-что, о чем я уже говорил в своем обзоре нового Шеви Тахо. Это то, что заднее стекло открывается отдельно от задней двери. Просто нажимаете кнопку заднего стекла на брелоке, оно отпирается, и вы можете открыть стекло отдельно. Преимущество здесь в том, что если вы хотите закинуть внутрь что-то небольшого размера, и не хотите открывать всю заднюю дверь, а это целый процесс, вы можете легко это сделать. Раньше все внедорожники это предлагали, но очень немногие предлагают до сих пор, и мне нравится это видеть. Кое-что, чего я не упомянул в своем обзоре Шеви Тахо, но что мне было любопытно, можно ли открыть заднюю дверь, когда уже открыто заднее стекло? Давайте выясним. И ответ, да, по-видимому можно, но стекло останавливается в определенном положении, а затем задняя дверь просто раскрывается до конца, и вы можете видеть багажный отсек. Кадиллак гордятся тем фактом, что в этом новом Эскалэйде почти на 70% больше багажного пространства за третьим рядом, чем в предыдущей модели. И это хорошо, потому что в предыдущем Эскалэйде тут сзади было не так уж и много места для такого большого автомобиля, в этом гораздо лучше используется пространство. Но в любом случае, опускаем заднюю дверь, посмотрим, что произойдет с задним стеклом, похоже, оно просто остается на месте, немного опускаясь. Другая интересная вещь, что еще и упоминание тут сзади, это эмблемы. Вы можете видеть надпись Эскалэйд слева, ожидаемо, справа написано 600. А что такое Эскалэйд 600? Оказывается, это показатель крутящего момента. Но не 600 фут-фунтов, которыми мы пользуемся здесь в Штатах, 600 ньютон-метров крутящего момента. Это показатель крутящего момента в метрической системе. И, по-видимому, Кадиллак собираются использовать эту цифру во многих своих автомобилях. Я подозреваю, основная причина в том, что поскольку начинают распространяться электромобили, скоро не будет смысла указывать объем двигателя, потому что появятся двухлитровые двигатели, которые будут выдавать такую же мощность, что и шестилитровые раньше, так что уже не получится этим похвастаться. Но единственной константой станет куча крутящего момента, что особенно полезно, потому что Кадиллак будут предлагать турбодизельный шестицилиндровый двигатель с новым Эскалэйдом. Так что у бензинового двигателя 420 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента 460 фунтов. У турбодизельного шестицилиндрового двигателя такой же крутящий момент, но всего лишь 277 лошадиных сил. Поэтому Кадиллак хотят использовать показатель крутящего момента, потому что это заставит данный турбодизельный двигатель казаться мощнее, и это возымеет такой же эффект на будущие электрические плагин гибридные модели. Кажется разумным. И далее, раз мы говорим о силовой установке, взгляните на эту. Как я и сказал, V8 объемом 6,2 литра, 420 лошадиных сил. Этот двигатель на самом деле остался от предыдущей модели Эскалэйд, хоть этот и был подвергнут полному редизайну, в нем осталась данная силовая установка. Это был довольно хороший, мускулистый, задорный двигатель. И, наконец, раз уж мы спереди, давайте поговорим о стайлинге. В целом, мне нравится внешний вид нового Эскалэйда, однако, должен сказать, он чуть более типовой, чем предыдущие модели Эскалэйд. Мне кажется, предыдущие были чуть более дерзкими, более агрессивными, чем этот новый, который слегка напоминает типичный внедорожник General Motors. Что касается передка, вероятно, наиболее характерной части нового Эскалэйд. Мне он нравится гораздо больше, чем у нового Тахо, но мне все равно кажется, что он выглядит немного чудно. И, честно говоря, похоже, ему требуется одна горизонтальная перекладина, просто чтобы связать все это вместе. Но, в целом, я думаю, он выглядит хорошо, очень характерно для Эскалэйд, но, возможно, не так дерзко, как мог бы выглядеть. Еще, должен сказать, я не в восторге от этих дисков. Это верхняя в линейке модель Эскалэйд платином дороже 100 тысяч долларов, и эти диски на них просто не выглядят. По-моему, они выглядят как диски из комплектации среднего уровня. Совсем не то, что я ожидал от лучшей версии лучшего Cadillac. Итак, это фишки и особенности Cadillac Эскалэйд 2021 года. Теперь пора выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Ладно, веду новый Эскалэйд. Сейчас втоплю. Ходовые характеристики в порядке. Я, на самом деле, уже пару дней на нем езжу. Он нормальный. Он не то, чтобы ультрамощный или что-то такое. Он достаточно быстрый. Естественно, у него достаточно крутящего момента, чтобы разогнаться, чтобы буксировать. Но если будет Эскалэйд Ви, я не удивлюсь, если появится такая тачка. Есть GLE 63 AMG, есть Q7. Этот сегмент проделал несколько заряженных внедорожников. Если это произойдет, у него будет гораздо больше мощности, чем у этого. Что понравится людям? Первая хорошая командирская посадка, прямо как и в предыдущих Эскалэйдах. Кажется, будто весь мир в твоей власти. Обожаю зеркало с экраном. Я люблю экраны, я правда думаю, что это фантастически выглядит. Хорошо работает, очень интуитивно. Прямо у вас под рукой. Экраны становятся ведущей темой в машинах. Готовьтесь, это пока что самое обширное применение экранов. В плане качества езды я должен упомянуть, что эта машина оснащена подвеской General Motors Magnetic Ride Control. И это ее четвертое поколение, по-видимому. Мне нравится Magnetic Ride Control. Я думаю, одна из самых крутых вещей в ней, что в спортивных машинах она позволяет им быть спортивными машинами в поворотах, но комфортными напрямых. Знаете, когда вы просто едете по делам в Эскалэйд, мне кажется, что она не настолько комфортная, как у некоторых его соперников. Возможно, дело скорее в его конструкции, в том, как он устроен, рамы на кузове, а не в самом Magnetic Ride Control. О, едет он очень хорошо, не поймите меня неправильно, но вот Range Rover просто приятней. Я думаю, отчасти дело и в том, что Range Rover лучше ограждает вас от шума дороги. Эскалэйда чуть шумнее, чем вы могли ожидать. В конечном счете, корни этого автомобиля лежат в Chevy Tahoe. Для меня главной неожиданностью в нем стала рулежка и управляемость. И не в хорошем смысле. General Motors многое сказали о том, как новый Tahoe, Эскалэйд, неважно, они все управляются гораздо лучше. Я поездил на Tahoe и согласился с этим. Сев в этот, я ожидал еще больший скачок, но его нет. Он неповоротливый, он тяжелый, он большой. Я понимаю, что это трудно устранить, но GLS и X7 по управляемости гораздо больше напоминают легковые машины, чем навигаторы Эскалэйд. Но, по-моему, главная перемена в этом Эскалэйде это технологии. В этой тачке есть Amazon, Alexa, встроенная. Еще в ней есть Super Cruise, это технология автономного вождения Cadillac. Лучшая технология автономного вождения на рынке, даже лучше, чем у Теслы. Конкретно в этом Эскалэйде его нет. Нет, Super Cruise отложен на несколько месяцев, но он выйдет, если верить в Cadillac. Я ездил на нем в CD6, это отличная система, правда, потрясающая. Я рад, что, наконец-то, она будет в настолько востребованном автомобиле. Я был в Lincoln Navigator, провел в нем много времени, и я по-прежнему считаю, что у навигатора лучше салон в плане качества. Тем не менее, в нем нет таких технологий, и вообще, я думаю, Эскалэйд, вероятно, обладает лучшими технологиями из всех полноразмерных люксовых внедорожников, включая GLS, включая X7. В целом, я бы сказал, что это отличный полноразмерный люксовый внедорожник, он очень-очень хороший. Все же есть и некоторые недостатки. Мне не нравится, как он выглядит, материалы салона могли бы быть получше, но вы получаете приличное количество места в салоне, хорошую командирскую посадку, вы получаете эту потрясающую систему экранов и потрясающие технологии. Я впечатлен, и я думаю, это будет отличная машина, и прежде всего, отличный Эскалэйд. Те, у кого они были раньше, те, кто, возможно, сменил марку из-за того, что предыдущий Эскалэйд устарел, ну, можно возвращаться, Эскалэйд вернулся, он снова замечательный. Просто дело в том, что теперь конкуренция стала жестче, и это уже не выбор по умолчанию, но это снова отличный автомобиль. Итак, это Cadillac Эскалэйд 2021 года. Это впечатляющий полноразмерный люксовый внедорожник, и я имею в виду полноразмерный, потому что он огромный. Это сегмент с высокой конкуренцией и множеством отличных соперников. Новый Mercedes GLS, новый BMW X7, новый Lincoln Navigator, Range Rover, Infiniti QX80. Но я думаю, Эскалэйд ждет огромный успех даже среди таких соперников. Особенно у людей, которые хотят себе внедорожник побольше и пороскошнее. Каким он, безусловно, и является. В любом случае, теперь пора оценить новый Эскалэйд по шкале Дага. Начиная с выходных категории из Стайлинга, новый Эскалэйд в порядке, но я думаю, передок немного странный, и, честно говоря, Эскалэйд в целом стал более типовым и бенни-смелым, чем практически любой предыдущий Эскалэйд. Он получает лишь 5 из 10. Ускорение с ляда сотни за 6 небольшим секунд, и он получает 3 из 10. Управляемость нормальная для большого внедорожника, как этот, и он получает 4 из 10. Фактор веселья нормальный. В чем-то прикольно разъезжать на Эскалэйде с этим большим мускулистым V8 и этой высокой посадкой. Ну и два лета ультразахватывающие, и он получает 3 из 10. Наконец, фактор крутости, и новый Эскалэйд правда крутой. Когда он появился, они были самыми крутыми большими внедорожниками на рынке довольно долгое время. Пока мы к ним не привыкли, он получает 6 из 10, а это отличная оценка для трехрядного внедорожника, что добудет токую выходную оценку до 21 из 50. Далее, повседневные категории и функции Эскалэйд невероятно нафаршированы, обладают всякими впечатляющими новшествами. Он заслуживает 10, но с большим V8 спереди и без наличия электрической силовой установки он получает только 9 из 10. Комфорт отличный, и он получает 8 из 10. Качество в порядке замечательное в некоторых аспектах, посредственное в других, и он получает 7 из 10. Практичность отличная, и он получает 9 из 10. Наконец, стоимость, и это огромный внедорожник с кучей удобств и кучей технологий, но вы ведь за это и платите. Это большие деньги, он получает 6 из 10, дворяя итоговую повседневную оценку до 39 из 50. Складываем вместе оценка по шкале Дага 60 из 100, что ставит Эскалэйд сюда в сравнении со схожими конкурентами. Он сравнивается с новым Линкольн Навигатор, но у них довольно разные оценки. Эскалэйд круче, с его более признанной маркой, но Навигатор лучше выглядит. У Эскалэйд лучшие технологии, но у Навигатора красивее салон. В конечном счете, выбор между ними сводится к предпочтениям, так как они оба отличные большие люксовые внедорожники. Перевод и озвучка от студии Экзосфера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...